Мы в прямом эфире. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Александрович Залогин. Наш телефон 761028. Трансляция на нашем сайте obladin.ru. Здравствуйте, Иван Александрович. Здравствуйте. Спасибо, что снова с нами. Спасибо, что пригласили. Иван Александрович, более года назад Вы возглавили департамент здравоохранения. Как оцениваете этот период? Не только как руководитель департамента, но и как человек. Каким был для Вас этот год? Вы знаете, этот год достаточно стремительно пролетел, но и такая интенсивная, и кропотливая, и сложная работа, потому что год был действительно непростой. Свою оценку ситуации в здравоохранении дал наш губернатор Андрей Евгеньевич Колычков. Я предлагаю посмотреть фрагмент интервью с ним, а потом мы уже с вами продолжим обсуждение. Хорошо. По линии здравоохранения мы запланировали целый комплекс мероприятий по уменьшению смертности от сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, за счет обновления техники, за счет изменения системы оказания первичной медико-санитарной помощи, за счет реализации проекта, который был запущен в 2018 году, доступности медицинской помощи в любом населенном пункте, какой бы он ни отдаленно ни был, мы закупили и будем реализовывать, и дальше будем закупать передвижные фельдшерско-акушерские пункты, передвижные маммографы, передвижные рентген-кабинеты, которые сегодня должны позволить нам охватить все население области, на ранних стадиях выявлять заболевания. Те заболевания, которые есть, через систему оказания оперативной медицинской помощи снизить смертность. И я рад, что мы за полгода кардинально изменили положение Орловской области. Ну вот никто и не скрывает, что проблемы действительно есть, но сделано очень много. Что вы считаете самым основным за этот год? Ну, действительно очень много сделано. Основной упор делался все-таки на приоритет и поддержку сельских территорий, первичного звена. В регионе уже несколько лет не возводились фельдшерско-акушерские пункты. Сейчас активно идет эта работа, и в текущем 2019 году будут открыты 8 фельдшерско-акушерских пунктов. В конце 2018 года закуплено 10 передвижных ФАПов. Мы в настоящее время подписываем контракты, и у нас в этом году еще придет 4 ФАПа. Придут передвижные мобильные мамографы установки, передвижные флюорографы. Все это направлено на то, чтобы сделать медицинскую помощь доступней для жителей, которые проживают в малонаселенных селах, пунктах, в удаленных от региональной столицы, от Орла, в целом от лечебных учреждений. И это позволит значительно улучшить и состояние здоровья нашего населения. Но, естественно, скажется и на показателях здоровья, и в целом на смертности, и на продолжительности жизни. Но, помимо этого, конечно же, запланировано еще больше. И в 2019 году мы будем переоснащать наши первичные сосудистые центры, расположенные в Ливнах, Мценске, в больнице имени Симашко, в областной больнице. Мы будем переоснащать онкодиспансер. Эту работу будем продолжать полномерно и в 2019 текущем, и в 2020, и в 2021. И в целом комплекс мероприятий, расписанный до 2024 года. За этот период в целом Российская Федерация, но и, безусловно, Орловское здравоохранение сделает достаточно существенный рывок вперед. И это однозначно почувствуют и жители, и отпадет необходимость какой-то консультационной помощи. И мы сможем все-таки эту помощь оказывать непосредственно в нашем родном Орловском регионе. А пока у нас первый звонок, послушаем телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Людмила Юрьевна. У меня вот такой вопрос. В Боткино больнице, это отделение гинекологии. Там кровати ужасные. Мы там, женщины иногда, ну, беременные. По три матраса, кровати старые. Когда это кончится? 21 век. Ведь женщины там мучаются. Нельзя ли поменять? Спасибо вам большое. Спасибо за вопрос. На карандаш в проблему. Ну, у нас в прошлом году мы к концу года обновили кровати в инфекционном отделении. Было обращение. Я в начале года посещал, смотрел эти кровати. Есть проблемы по, действительно, и по гинекологии, по родильным койкам в Боткино. И в целом много вопросов по именно материальной базе Боткинской больницы. Сейчас там новый руководитель, который тоже уже год отработал. И коллектив, и жители, которые помощь получают, отмечают позитивные изменения в целом в работе учреждения. И мы сейчас отрабатываем комплекс мер для того, чтобы все-таки больницу эту сделать намного комфортнее, удобнее. И в том числе и заменить те кровати, которые вот так наши телезрительницы. Действительно, это я согласен с дозвонившейся. Это действительно не должно такого быть. И будем работать над тем, чтобы эту ситуацию изменить. Мы знаем, какое большое внимание вы уделяете больницам региона. В целом, удалось ли изменить ситуацию по вашим оценкам? Мне сложно, наверное, и пусть лучше оценивают мою деятельность непосредственно, либо сотрудники учреждений. Но мы регистрируем те показатели, которые у нас меняются в позитивном направлении. Но и в целом, вы знаете, я считаю, большой плюс, может быть, не все это видят и не видно это. Но все-таки нам за этот год удалось немножко консолидировать все медицинское сообщество, которое, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, было достаточно разрознено. Формируется некая вертикаль власти, некая ответственность. То, что должно брать на себя областное, скажем так, здравоохранение, областные учреждения, расположенные в Орле, то, что должны заниматься ответственно центральные районные больницы, наши территориальные поликлиники. Вот сейчас, ну, как бы, лед тронулся, идет движение. И я вижу и благодарен нашим руководителям лечебных учреждений, коллективам, которые, несмотря на те сложности и трудности, иногда, вопреки даже им, да, оказывают медицинскую помощь, выполняют те задачи, которые перед ними стоят. Одна из задач, которая стоит в регионе достаточно острая, это кадровый вопрос. Как его решать намереваетесь вы с помощью, конечно же, главврачей? Ну, действительно, кадровый вопрос, он остр и не без исключения и в нашей территории. Но есть ряд федеральных программ, которые реализуются у нас в регионе. Но, помимо этого, мы с текущего периода, с 2019 года, несколько переформатировали работу. И сейчас у нас активно в нее включились наши руководители лечебных учреждений, потому что они являются работодателями для среднего персонала, для врачебного персонала. Соответственно, активно мы выезжаем и работаем с соседними вузами. Курск, Воронеж, Смоленск. Работаем и с нашими вузами, да, и с колледжем. И вот у нас недавно определенная есть нехватка и проблема в целом по фельдшерам. И те ФАПы, даже которые мы строим, мы понимаем, кто там должен работать, да, чтобы как только введется новый ФАП, он не стоял, а стал оказывать, для чего он и строился, собственно говоря. Поэтому мы работаем с каждым выпускником и стараемся точечно закрепить его. И мы понимаем, что вот будет выпуск, и выпускник такой-то поедет в тот населенный пункт. Мы прекрасно знаем, с каких территорий ребята учатся, да. И понятно, мы стараемся их закреплять все-таки там, где родился, там и пригодился. Ну, действительно ведется очень большая работа. Но плоды и результаты, естественно, это даст как в этом году, так и в следующем. Для справки у нас общая, то есть обеспеченность кадрами, она, есть такой показатель обеспеченность врачебными кадрами и средний медперсонал, который рассчитывается на 10 тысяч населения. Вот этот показатель, он у нас несколько выше среднероссийского, но понятно, это нас ни с коим образом не успокаивает. То есть у нас даже ситуация лучше, чем ряде регионов, вы говорите об этом. Да, есть в некоторых субъектах она хуже, чем у нас, но мы регистрируем дефицит и по участковым терапевтам, и педиатрам. У нас есть проблема и с судебными медиками, есть и с неонатологами. Но это такая живая работа, и массу у нас, вы знаете, в 2017 году, если у нас в ординатуру уехало по целевым направлениям, а сейчас фактически только целевая идет ординатура, 25 человек, то уже в 2018 мы направили 50 специалистов. То есть вот мы ожидаем в 2020 году 50 узких специалистов, которые вернутся и начнут работать на благо Орловщины. А желающих работать по программе «Земский доктор» хватает? И что им предлагают на местах? Проблемы с жильем? Как они решаются? Вы знаете, во многих районах, я благодарен здесь муниципалитетам, главам района, выделяются и жилье. У нас мы вот рассматривали опыт Покровки, там трехкомнатные квартиры. Глава региона наш на одном из совещаний, например, ставил главного врача Покровского района. Эту задачу ставит и глава региона. И все понимают, что если не будет доктора, если не будет приезжать молодая семья, не будет создаваться семьи в территориях, значит не будет развития, не будет движения вперед. И тогда это только плюс району. Соответственно, это прекрасно все понимают и находят возможности, и мы в этом направлении работаем. Поэтому действительно много всего делается позитивного. Понятно, этого недостаточно, и эти усилия будут только множиться и множиться. Наш известный врач Рошаль говорит о том, что распределение необходимо вернуть. Вот сегодня, встречаясь с нашим президентом на форуме ОНФ, он об этом сказал. Вы как относитесь к распределению? Ну, знаете, об этом тоже много говорится. Но фактически сейчас у нас идет таким образом, что и министерство идет, что все-таки идет целевое направление. То есть все больше и больше мест, как студентов, отдается под целевое. То есть Орловская область направляет ребят, например, для обучения в Курск или в Орел и ожидает их обратно. Главное, чтобы вернулись, да. И сейчас изменены и формы договоров, они уже значительно жестче и требуют все-таки отработать то время, да. Либо вернуть те затраты, которые потратило государство, и они немаленько. Абсолютно справедливо. В 2018 году был дан старт реализации нацпроектов. Давайте еще раз объясним нашим телезрителям, на что может повлиять их внедрение в жизнь, в сфере здравоохранения, куда мы стремимся. Знаете, нацпроекты начали реализовываться все-таки с 2019 года, но работа по подготовке, по отработке этих мероприятий началась, конечно же, в 2018 году. И уже сейчас, например, в рамках реализации нацпроекта в части оказания улучшения первичной медико-санитарной помощи, мы сейчас закупаем почти на 100 миллионов оборудование. То, о чем я говорил, это передвижные флюорографы, мамографы, фельдшерско-акушерские пункты. Мы будем возводить и модульные ФАПы, это тоже новое направление у нас в регионе, будем смотреть и планируем, если это пойдет и даст такой позитивный результат, то уже на 2020 год значительно в разы увеличивать это направление. Но в целом все мероприятия и комплекс мероприятий по всем национальным проектам здравоохранения и демографии в нашей части, он однозначно направлен на снижение показателей смертности от сердечно-сосудистой патологии, от онкозаболеваний, направлен на улучшение оказания медицинской помощи первичной, особенно в сельской территории, в удаленных, в малонаселенных пунктах в сельской местности, на своевременное выявление социально значимых заболеваний, иных заболеваний. И в целом формирование как бы новой системы оказания, то есть вовлечение всех звеньев медицины, скажем так, на то, чтобы человек в случае необходимости значительно быстрее получал весь комплекс обследований, необходимый ему, и получал необходимое лечение быстро, своевременно. Внедрение электронных сервисов, это тоже очень важно. Мы не хотим долгое время проводить в очередях, в поликлинике. Что уже сделано в этом направлении у нас в регионе? Ну, много сделано. К сожалению, мы достаточно поздно это начали реализовывать, и несколько отставали по прошлому году от всей Российской Федерации. Но теперь мы нагоняем всех, и я надеюсь, что за ближайший 19-й и 20-й год нам удастся и обогнать, потому что все-таки, вы знаете, мне приятно, что мы реализуем это направление, и наши средний персонал, регистраторы, доктора, ну и в целом жители, которые используют эти сервисы, они это с воодушевлением все дело используют, работают в этом. Давайте мы посмотрим небольшой материал о том, как работает новый проект, электронная регистратора, а потом уже обсудим и все нам еще раз объяснить. Что такое электронная регистратура? Это сервис для записи к врачу без очереди и не выходя из дома. Алгоритм записи прост. Зайти на сайт здраворел.ру, нажать на кнопку «Запись на прием к врачу», выбрать раздел «Запись на прием и просмотр расписания», далее населенный пункт, медучреждение, конкретного специалиста и удобное время приема. Для подтверждения записи необходимо авторизоваться на портале госуслуг. Первичный прием граждан осуществляется по участковому принципу. На портале электронная регистратора также есть возможность введения дневника здоровья. Рост, вес, артериальное давление, температура, пульс, уровень глюкозы и холестерина в крови. Дневник будет доступен лечащему врачу. Запишитесь к врачу без очереди. Здраворел.ру Еще раз нам поясните, Иван Александрович, что это все-таки за система, на что она направлена и какие плюсы для нас, рядовых пациентов? Ну, прежде всего, это возможность для пациента записаться непосредством посещения поликлиники, либо регистратуры. Он может через интернет, через вот то, что вы показали, записаться на прием доктора, выбрать время, выбрать день. Помимо этого, сейчас у нас также запускается, мы активно это внедряем, это вызов на дом. Тоже вызов, ну, не мне может быть говорить, постоянно мы тоже регистрируем определенные жалобы, что не всегда можно дозвониться. Есть определенные вопросы записи, вызвать врача на дом есть проблемы. Здесь формируется расписание. Если нужен, например, участковый терапевт или педиатр, человек, заходя в интернет на данный портал, он выбирает врача, он и записывается, и вызывает его. Врач видит, что вот Иванов, например, вызвал, соответственно, его тоже контролируют, он должен вызов этот принять, он должен его обслужить, и также определенную информацию внести, что он обслужен. Администрация, там, департамент, наш медицинский информационно-аналитический центр, он контролирует исполнение для того, чтобы все-таки на местах это дело выполнялось и своевременно все велось. А сейчас эта система уже работает на полную мощность или пока только пробные шаги делаются? Нет, полностью. Мы запустились с марта уже в промышленной эксплуатации, запущена запись на прием. У нас уже по справке на начало месяца порядка 20 тысяч человек воспользовались порталом и записались на прием. То есть, помимо этого, доктора, когда, например, по итогам консультации проконсультировал пациента, он его также записывает на повторную уже сам. Человек знает, что вот он записан на такое-то число к такому-то времени, он приходит, его уже врач ждет. Обычно ждать приходится долго, это не месяц, не две недели, не три. Мы эти моменты тоже отслеживаем. Каждое учреждение ведет по своему доктору, мы договорились, это и опыт, и Российской Федерации, расписание на две недели. В случае востребованности специалиста, да, есть доктор, к которому идут и хотели бы попасть, да, есть менее востребованные специалисты. Естественно, должна быть всегда возможность записаться. Соответственно, если запись на две недели, то расписание ведется дальше-дальше. Соответственно, контроль со стороны администрации, если очередь формируется на более две недели, да, там, месяц, соответственно, дополнительные принять меры по разгрузке, потому что это все-таки плановые консультации. Мы опять-таки говорим о плановых консультациях. Все, что экстренное, неотложное, она идет без записи. И, соответственно, человек, посещая поликлинику с проблемами, с острым каким-то состоянием, его, естественно, принимают без какой-то предварительной записи. Да и параллельно работает прежняя система. И как она работает? Есть люди, много пожилых людей, которые не в ладах с интернетом, у них нет техники. Вот здесь пожилые люди часто используют, во-первых, телефон. И здесь у нас на вот этот момент такой переходный, потому что мы тоже видим, что не во всех, например, поликлиниках охотно снимают трубки, да, или там, ну, есть определенные проблемы. У нас для этих целей мы информационно тоже об этом довели. Мы создали при нашем медицинском информационно-аналитическом центре телефон, колл-центр, который по факту берет на себя определенный функционал. Мы пошли на это, да, регистратуру. Когда люди звонят, они записывают сами, ну, как бы за них выходят в интернет и записывают. Помимо этого, эти системы, да, они направлены на то, что в дальнейшем у нас будут, когда будут созданы соответствующие условия и оборудование и прочее, мы сможем, сформировав электронную историю болезни, мы сможем туда подвешивать все данные лабораторных исследований, рентген исследований. И не нужно соответствующим образом, если даже человек в каком-то лечебном учреждении, даже за пределами, например, Орла или области прошел какие-то виды исследований, да, то это все будет находиться в его, скажем так, некой виртуальной медицинской карте. И его врач, лечащий по месту жительства, может увидеть эти данные. Их не нужно дублировать, то есть их не нужно каким-то образом... Все это станет доступно. Это, с одной стороны, уйдет от дублирования, потому что это тоже средства, это тоже ресурсы. Но, с другой стороны, это станет намного быстрее и эффективнее принимать те решения, которые должен принимать врач в свое время. Помимо этого, это запись и на диспансеризацию. Мы планируем таким образом и в дальнейшем, да, и водительские справки можно таким образом записывать, и люди смогут без нервотрепки проходить. Это очень большая глобальная работа. Есть медучреждения, передовики, которые уже так справились на отлично с решением этого вопроса. Кого можете похвалить сегодня? Ну, фактически сейчас у нас по региону актуальность расписания ведется, ну, 98% это общий областной показатель. То есть все раньше, ну, различные были проблемы, они и сейчас иногда возникают, да. Но говорить о том, что все идеально, ну, возможно, кто-то сейчас смотрит, скажет, ну, что вот он тут нам рассказывает. Но мы каждый фактический день эту ситуацию контролируем, каждый прекрасно понимает ответственность. И мне приятно то, что все-таки и руководители лечебных учреждений, и специалисты активно в эту работу включились и видят в этом и облегчение своей деятельности. И в целом видят в этом такой позитивный эффект. И это, поверьте, увидят все, и только будут дальше расти требования, как жители давать. А у нас звонок. Посмотрим, что наш телезритель ставит, какую проблему он. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас. Я был в Боткино, я вот только что говорил. Да, еще раз нам расскажите, пожалуйста, как вас зовут? Я Пожокин Виктор Викторович. Очень приятно. Ваша проблема какая? Да проблем-то такой нет особо. Просто я удивился, что на бесплатном лечении, врачу, допустим, то врача нет. Вот. А на платном, пожалуйста, берите прям хоть сейчас. Талончик и... А к какому специалисту вы ходили? Я ходил... Пульмонолог меня принял, бесплатно. Ну, я просто удивился, что и народ возмущается. Регистрации народу много, а по самим коридорам вообще никого нет. По платным идут свободно, а бесплатные нет талонов, нет талонов. Запишем вас на неделю, через неделю, через две. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, действительно, иногда поступает. Есть определенный вопрос, что либо доктора совмещают, например, ну, мы рассматривали жалобу, что доктор вроде бы как в декрете, или там на больничном, а через дорогу в каком-то частном центре ведет прием. Но здесь мы... У нас, поймите, что больница имени Боткина, ну, крупное лечебное учреждение, которое, помимо многопрофильного стационара, имеет и поликлинику в своем составе, и детскую, и взрослую, и много вопросов. И действительно, они и есть чем заниматься. Но мне тоже приятно, и вот я уже говорил, что администрация больницы позитивно настроена, и эти вопросы регулируют. Но будем смотреть, чтобы все-таки еще раз смотреть за тем, чтобы все-таки на местах те нововведения, о которых вот я рассказываю, о которых говорит губернатор, чтобы они исполнялись. Потому что в случае искажения при реализации на месте, естественно, искажается и основная цель, и общий результат смазывается, и люди тогда не видят то, ради чего, в принципе, все это затевалось и делалось. Поэтому, ну, это наша работа каждодневная, мы к этому готовы, и этим ежедневно занимаемся. Ну, коль мы с вами договорились, что будем всегда говорить о проблемах, то давайте вернемся к ситуации, которая была в поликлинике номер два. Речь идет о смене главврача, с чем связаны были перемены. Что на самом деле произошло? Ну, на самом деле, главный врач достиг в рамках закона своего предельного возраста, и работодатель принял решение, исполняя, опять-таки, закон, трудовое законодательство, расторгнуть трудовые отношения. Вот и все. Давайте послушаем нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Зовут меня Сергей. Слушаем вас внимательно. Подскажите, как можно прокомментировать ситуацию, скажем так, с педиатрией в Боткино? Какие у вас претензии? Претензий к своему лечащему врачу нету. Вот просто была изумительная ситуация, почем, Тараненко. Это как вот прям срез, который отражает ситуацию дела. Вы нам поясните, пожалуйста, и нашим телезрителям, которые, может быть, не знают о ситуации. Вкратце, пожалуйста. Нашумевший ролик с родителем одного из ребенков, которого принял врач после своего рабочего времени. Далее. Дальше. Ролик попал в новостные сюжеты. По-моему, даже светился на Live News и на РНТВ. Это было год назад. Это было достаточно давно. Да, да, да. Что вас конкретно интересует? Вот расскажите нам. Как-то изменилась система работы. Получается, у нас первый институт делает сотрудников, но они почему-то не идут работать. В чем-то нет какого-то соединения между потребителем услуг института и смысл. То есть, кадровый вопрос вас волнует, насколько я поняла? Как я понял, больше педиатров с тех времен не стало в Боткино. Хорошо, спасибо вам. Спасибо большое. Ну, у вас прям аншлаг по пациентам больницы имени Боткино. Ну, действительно, год назад я помню прекрасно этот ролик. И посещал тогда и четвертую поликлинику. И по информации с учреждения, по крайней мере, как в тот период мы собирались с руководителями остальных детских поликлиник. И так сложилось, что в одной поликлинике, например, полный набор. И даже рассматривали вопрос, что ряд специалистов взяли и разгрузили работу, например, четвертой. То есть, взаимозаменяемые. Ну, бывает разная ситуация. На тот момент были взяты несколько, я знаю, педиатров в детскую поликлинику. Сейчас вот, ну, последнюю информацию, честно, не уточнял, но по вопросу телезрителя, что же, почему вот выпускают. Я сегодня вот с утра был в одном из районов и в одном из сел с активом населения мы тоже обсуждали эту проблему. Но получается, знаете, когда выпускник школы идет обучаться, больше за него, наверное, принимают решения родители. Ну, и все-таки стоит обратить внимание на то, что в АГУ у нас учатся иностранные студенты, и студенты из других регионов, не только Орловчане. А дальше, когда он уже выпускается, он уже где-то иногда делает выборы. Мы просто видим, что из выпускников достаточно высокий процент вообще не идет в профессию. Это тоже проблема. Вот у нас одно из учреждений посещало Ярлоково. Может быть, с одной стороны, и хорошо, что эти люди не идут в профессию. Ну, знаете, как иногда говорится, да, он что-то место занял, а, возможно, кто-то хотел бы и принес пользу. Кроме кадрового вопроса, у нас есть еще и другие вопросы, но тема нашей программы, вернее, время нашей программы завершается. Давайте мы с вами обсудим вот такую ситуацию. Отделение скорой помощи ЦРБ Орловского района перешло в состав станции скорой медпомощи Орла. Теперь она работает по вызовам областного центра и Орловского района. Как оцениваете вы эффективность этой работы? Ну, по той информации, которая есть у меня, все вызова обслуживаются. Даже можно сказать, что по статистике, если раньше... То есть не зря ли это было все сделано? Ну, вы знаете, у меня, например, обращение от граждан Орловского района, нет никакой негативной информации о том, что они каким-то образом данным положением дел недовольны. То есть и прежде всего это делается для жителей. Это прежде всего. И в целом, я еще раз говорю, это процессы, которые идут во всей Российской Федерации. И мы, в том числе, не исключение, мы также субъект Российской Федерации, и также мы должны этой работой заниматься. И в целом мы к определенному времени должны сформировать единую скорую помощь, которая будет обслуживать вызова по всему региону. Это будет одно учреждение, обслуживающее весь регион. Это в перспективе. Это не говорит о том, что количество ставок или количество машин будет меньше. Наоборот, это будет просто более эффективное использование тех ресурсов, которые есть. И даже если, например, идут какие-то приграничные районы, то в том числе будет координация с нашими соседними субъектами. В той части, что если в момент вызова, например, где-то в Ценском районе, человеку плохо и необходима ему медицинская помощь, еще он вызвал, если в момент вызова машина Орловского региона находится дальше, чем машина, например, Тульского региона, то приедет Тульская машина. Это такая же российская, получается, система. Это в целом мы идем в таком тренде. И санитарную авиацию тогда придется тоже развивать. У нас есть и в этом плане. У нас есть планы в том числе и привлечения и санитарной авиации, в том числе и посредством вертолетов. То есть это тоже идет большая федеральная программа. Мы в ней просто стоим не в 2019, не в 2020 году. Это ряд серьезных прорывных направлений сейчас происходит в Российской Федерации. И мы все будем это видеть, все будем в этом участвовать. И однозначно от этого выиграют только жители, наши жители. Есть вопросы, которые не теряют актуальности. Вот два из них я предлагаю в этой передаче обсудить. Лекарственное обеспечение. Очень кратко. Какова ситуация сегодня? В настоящее время на утро у нас на отсроченном обслуживании находится 11 рецептов. Вы понимаете, мы постоянно на эту тему говорим. Она проблемная по ряду позиций. То есть с одной стороны у нас большой процент федеральных льготников, которые являются отказниками. То есть они выбрали денежную льготу и, соответственно, забрали деньги. Соответственно, в программе остались те люди, которые получают очень дорогостоящие медикаменты и не могут себе позволить забрать деньги, потому что они никогда в жизни не купят эти лекарства. Соответственно, здесь есть такой определенный перекос, что тех денег, которые запланированы федеральным бюджетом, естественно, их не хватает. Ряд направлений берет на себя областной бюджет и перекрывает это суммы, исчисляемые десятками миллионов. Но есть по перечням медикаментов, которые мы не имеем права чисто бюджетно какие-то медикаменты, например, закупать. Мы различными способами решаем эти задачи. Постоянно это такой, нет, скажем так, однозначного какого-то решения, но, по крайней мере, мы движемся вперед и точечно отрабатываем каждого льготника и каждый рецепт. Есть определенные иногда моменты перераспределения, и возникают ситуации, где мы требуем на местах все-таки, если, ну, знаете, иногда человек обращается, вот выписали препарат, он его сегодня, например, не обслужил. Начинаем смотреть, на остатках в субъекте есть достаточное количество медикаментов. Но, например, в этом населенном пункте или в этой поликлинике препарата нет. Мы смотрим, перераспределяем, никакая проблема, снимаем эту проблему уже там на следующий день. Человек получает необходимый медикамент. Ну, вот, естественно, от вот такой вот слаженной работы всех звеньев, да, и зависит общий успех. Но, в целом, она находится на контроле, хотя периодически возникают какие-то проблемы. Бывают препараты не разыгрываются, бывают поставщики перерегистрируют цены и прочее, и возникает дефектура в целом. В Российской Федерации нет, например, вообще препаратов. Ну, разные ситуации, поверьте. Новость о недостроенном корпусе областной клинической больницы есть? Идет. Инвестор не потерял интерес, о котором мы ранее говорили? Ну, я бы, вы знаете, как говорят, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Есть поручения губернатора, есть определенные предложения. Они отрабатываются, рассматриваются, и, поверьте, и губернатор, и региональное правительство заинтересовано, чтобы все-таки то здание, которое 12 лет назад начали возводить, и которое уже имеет определенную степень готовности, чтобы оно все-таки приносило пользу и жителям, и региону. И поэтому, ну, все в рамках правового поля, в рамках закона, и все механизмы задействованы, как региональные, так и федеральные, для того, чтобы эту все-таки проблему разрешить. Но она достаточно такая сложная и сложно разрешимая. Ну, мы в этой части, занимается наш департамент экономического развития, и, ну, работаем. Спасибо вам за эту беседу и за вашу открытость. Приходите к нам еще. Спасибо, что приглашаете. Это была программа «Актуальное интервью». Повтор смотрите в воскресенье на первом областном, о видеоверсию на нашем сайте. Субтитры создавал DimaTorzok